Доброе утро! Если вы дети старше 16 лет, то наша программа для взрослых. Программа «Ресторатор» и Левицкий Дмитрий снова в прямом эфире. Вторник, все как обычно, все хорошо. Начинаем наш очередной эфир. Интересный гость у меня сегодня в гостях. Павел Костеренко. Паш, вот у меня написано «Совладелец Friends Forever Company». Правильно ты так себя называешь? Доброе утро. Да. Это вот все, что ты делаешь, вот все твои проекты. Мы просто с утра, я уже слушателям сказал в анонсе утреннего шоу, что у тебя много разных ипостасей. Вот все, что ты делаешь, все находится под общей вот такой шапкой Friends Forever Company, да? Верно, да. Так, ну что? Ну это проекты Friends Forever, да? Это «I Love Cake», это «Favorite Pub», это «Conversation», да? Ничего не забыл? Это «Brickstone Beer». А, «Brickstone Beer», как отдельная пивоварня. Да, и компания «Art Coffee», которая сейчас становится «Brickstone Trade». Это «Поставщик», «Оператор кофе и чая». А, «Поставщик», «Оператор кофе и чая». Это все вот большое вот это все вот семейство всего такого, называется «Friends Forever Company». Так? Да. Окей, ну давай разбираться, как ты дошел до жизни такой. Наши любимые начала разговора всегда, ну об этом, а кто ты вообще, с чего ты начинал, и кого только не было у нас в студии, там, да? Есть журналисты, и филологи, и чего такого не было, и все рестораторы, кто сегодня занимается ресторанами, врачи. Не было никого, по-моему, кто закончил пищевой институт. Может, ты будешь первым? Нет, я не буду. Занимался в детстве я профессиональным футболом. Родился в городе Новокузнецк, это Кемеровская область. Профессионально играл, и был успешен, и казалось, что буду профессиональным футболистом. То есть ты прямо с детства мечтал именно профессионально играть в футбол? Да. Переехал в Москву в 16 лет, родители мои переехали. Тут Москва все показала, что не так все просто, и здесь таких, как я, есть много. Ну, ты же не в сборной тогда играл? Да, был юношеский период, с 13 по 14 лет вызывался в сборную России. Ну, это здорово, это нравится. Но в Москве, опять же, повторюсь, все показало, что есть и лучшие, и нет поддержки, не было поддержки, и мне пришлось завязать с футболом. Ну, что касается ресторанного бизнеса, я сейчас ехал и вспоминал, почему я этим занимаюсь и как это было, да, рассказал историю о том, что в девятом классе я мог себе позволить на уроке биологии фантазировать себе, писать бизнес-план и рассказывать своему другу, что как было бы здорово продавать мороженое на переменах. И тогда мне, кстати, в школе показалось, что не очень вкусная еда. Да что ты! А были такие по 13 копеек с творогом, были нормальные. Ну, было невкусно, было невкусно, и я почему-то не посещал столовую, мне это не нравилось, я ждал, когда уже закончатся все уроки и пойду на тренировку по футболу. Ну, про мороженое думал, даже просчитал, сколько мы заработаем, пошли к директору, обсудили этот момент, нам сказали, что мы молодцы, и через где-то недельку-две они сами стали продавать мороженое. То есть это было первое кидало в твои партнеры, да. Понятно, но это были лихие годы, наверное, тогда еще только все это начиналось, это было принято, мне кажется. Слушай, ну вот расскажи мне, вот у тебя реально, вот ты занимаешься едой сейчас, у тебя в семье, не знаю, культ еды был, ты готовил сам, не знаю, ты там, или ты с точки зрения бизнеса на это смотрел? Я с точки бизнеса изучаю, мне это очень любопытно, и на самом деле любой бизнес. Если я вижу, что дороги плохие, я думаю о том, что... На этом можно заработать. Да, как можно сделать хорошие дороги. И это реально меня заставляет думать, что дороги плохие. В моей семье бабушка была поваром, ну она и есть поваром, и она была поваром в этих государственных учреждениях, в техникум, там, то есть столовой. То есть в нашей семье всегда было масло, всегда было мясо, и бабушка готовила, готовила, и может быть есть какие-то наследственные истории. Но ты не стремился на кухню? Нет, я не готовлю, я не готовлю, думаю, я могу себе позволить, но в Фрэнс Фрэйву компании, да, у нас ответственна за это Нина Гудкова, да, мой партнер. Вот, то есть я занимаюсь другим. Слушай-ка, а вот эта история с пиццерией, это что-то ты вот начал рассказывать на завтраке, там, расскажи. По поводу пиццерии, да, в 14 лет это как раз про деньги. То есть если есть молодые слушатели, они очень переживают на тему денег, я считаю, что это не так, не деньги решают. Создание твоего проекта, и в 14 лет мой дворовой друг уехал в Канаду, и полгода там учился. У него богатые родители, они его отправили, и он привез оттуда большую-большую книгу про пиццу, там, 600 рецептов. И в 14 лет нам захотелось открыть пиццерию. А в Новокузнецке была тогда пицца хотя бы, а пиццерия хотя бы одна? Ну, нет, 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 город 800 тысяч, и тогда я не помню, но мы отчетливо нарисовали, какие должны висеть телевизоры, какие должны быть столы, и что у нас будет самая вкусная пицца. И самое что интересно, я ходил за родителями, займите мне денег, я называл точную сумму, я сидел на личной клетке и говорил, займите мне деньги на пиццерию. Но мне говорят, ты же спортом занимаешься, занимайся. Когда я уже зарабатывал деньги, я был в команде мастеров, и я считал себя молодцом. Ну, вот так не получилось, но это было, это было. Родители сказали, слава богу, что ты отстал от нас от этой пиццерии. Понятно. Но сейчас, наверное, зато ты их привозишь, и они на него думают наоборот, да, слушай, а если бы мы тогда ему нашли деньги на пиццерию, наверное, это было бы все гораздо, сейчас еще больше, сильнее и круче. Они сделали большое дело, переехав в Москву, это вот самое большое дело, потому что Москва это хорошая площадка для развития. Я считаю, что любой молодой предприниматель должен заниматься своим бизнесом, и он будет молодцом. Слушай, ну так подожди, а дальше вот как складывался твой творческий путь-то? Ну вот спортсменом ты не стал, да? Как ты в итоге вот между тем, как ты не стал спортсменом, и как ты открыл все-таки предприятие, и первый твой бизнес был кофейно-чайный? Ну, я работал в одной компании за всю свою жизнь, наемным сотрудником, и начинал я курьером, работал в рекламном агентстве. В этом рекламном агентстве проработал более четырех лет, и дорос до менеджера, до руководителя отдела, ну, координатора, руководителя, неважно. Вот, и как раз эта молодая компания, она известная, как раз мы развивали сеть этой компании, именно связанной с ресторанами. Я дружил с рестораторами, управляющими, и мы развивали рекламный носитель именно по ресторанам Москвы. Также, и когда я работал курьером, я разносил все это по ресторанам. То есть я изучил Москву с помощью курьера, ну, быть курьером. Это когда было-то, какие годы вообще, про какие речь-то? Ну, лет девять назад. Девять, так. И ситуация такая, что тогда, и как раз я увидел, что такое организация, что такое молодая организация. И, если честно, устроившись курьером в эту компанию, в этот же день, после первого дня работы, курьером, просто курьером. Ты нарисовал бизнес-план. С 17-летним. Я пришел и нарисовал папе, как устроить бизнес. Смотри, как здорово. Ребята-то молодые придумали. Дегкотня. Вот, ну, как бы это я понял, и мне было понятно, что такое бизнес. И я там спокойно развивался, лишь бы работать, да. И мне нравилось там работать. Потом я понял, что мне стало тесно, и я начал задумываться, когда была мода на свежеобжаренный кофе. И учитывая, что... Только начиналось, наверное, тогда еще. Да, только начиналось, и когда ты разговариваешь по рекламе или по развитию, ты должен со своим собеседником отводить на другие темы. И я всегда разговаривал на тему кофе. А какой у вас кофе? А тогда я вообще не пил кофе. И тогда... Ты не кофеманом был? Нет, я не был кофеманом. И мне показалось, а почему я говорю постоянно про кофе? Про кофе, про кофе. И начал этим заниматься, и познакомился с людьми, которые обжаривают кофе. И попросил их жарить для себя кофе. И мы открыли юридическое лицо ООО. То есть у молодых предпринимателей даже не доходят руки до того, чтобы открыть ООО. О, это же страшно. Это страшно открыть ООО. Это компания. Слава богу, у меня мама главный бухгалтер, она мне помогла. Но это вызов. То есть если ты открываешь ООО, ты с ним не попрощаешься просто так. Ты вынужден работать. Да-да-да, еще его не закроешь. Его еще не закроешь. Мне кажется, это меня и научило. Это небольшой бизнес, который мы открыли на 300 долларов. Через год только мы сняли офис. И я был очень рад, что я плачу за офис 22 тысячи. И у меня есть 6 сотрудников. И это прекрасный пример, что не надо бояться. Можно заниматься дизайном, всем что угодно. Не обязательно деньги. То есть ты вот своим примером хочешь показать молодежи, что действительно нечего ныть, там сидеть на одном месте. Нечего, абсолютно. И 300 долларов тебе хватило для того, чтобы стартовать. И ничего в этом такого страшного не нет. Ну, самое что интересное, с этим бизнесом связаны такие истории. Сейчас мы идем по другому пути. И, допустим, если нам нужно закупить большую партию кофемашин, мы платим деньги вперед и получаем скидку. Тогда я шел по другому пути. Я приходил к владельцам компании и говорил, слушайте, у меня будет крутая компания. Они мне давали безумные отсрочки платежа. А с чего это они тебе давали? Ну, просто убеждал, что будет хорошая компания, не переживайте. И мне давали. Сейчас мне уже это стыдно просить. Но тогда безумные были отсрочки. Я мог развиваться на чужие деньги. И я это делал. Ну, сейчас, наверное, мне кажется, посложнее все-таки. Ну, сейчас рынок конкурентен. Вот ты, конечно, лукавишь. Ты начинал в те годы, когда это было попроще начинать. А мы занимались русской обжаркой. А тогда это было вообще стыдно. То есть мы приходили и говорили, что, слушайте, русская обжарка, до свидания. Мы у нас в Донезии. Ловаться. И это на самом деле было сложнее. Сейчас как раз все поменялось. Сейчас люди, которые раньше были бариста и которые раньше учились, сейчас их как раз время. Наконец-то рестораторы выросли. Ушло старое поколение, поменялось. И теперь рестораторы ждут, когда их научат правильно готовить кофе. И теперь вот эти люди, которые раньше работали в кофемане, кофемине, могут себе позволить их учить. И им будут за это доевать деньги. Не за то, что ты им поставляешь кофе, а просто за обучение. Раньше этого не было. Никто этого не учился. Ну, конечно. Когда я должен был поставлять кофе, еще и научить, и дать много чего еще. Ресторатор. Ну что ж, ладно, хорошо. Сейчас у нас пришло время прерваться на новости. Ну и, соответственно, потом мы продолжим к твоим уже ресторанным проектам. От кофе перейдем к непосредственно заведению. Левицкий Дмитрий. Сегодня меня кормил Павел Костеренко. Был очень вкусный завтрак. Спасибо тебе еще раз. Да, вот мои продюсеры пишут, как всегда, что я забыл опять назвать номера прямого эфира, чтобы вы могли звонить нам, писать. Итак, 495, код нашего города, который называется Москва. 651099,6 наша частота и наш номер телефона. Пожалуйста, звоните либо на сайт финам.фм, форум нашей программы. Пожалуйста, оставляйте сообщение там. Либо смс 5533. С буквы Я начинается ваше сообщение, потом пробел. Ну и дальше все, что вы думаете по поводу нашего сегодняшнего гостя, его продуктов, его ресторанов, его заведений. Можете вполне говорить, задавать вопросы. Пожалуйста, подключайтесь. Паш, мы закончили на чай и кофе, который ты сделал за 300 долларов. Через год у тебя будут 6 сотрудников. И так оно все пошло, 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 поехало. Что тебе не жилось-то? Я общался со многими рестораторами, даже не рестораторами, а управляющими, директорами. И за их спиной, скорее всего, были какие-то владельцы. Я заметил большой непрофессионализм во многих вопросах. То есть для меня приготовить чашку кофе было непонятно, ты занимаешься рестораном. Вдруг мы начни готовить правильный кофе. И очень много мы видели ресторанов, очень. И, видимо, это накопилось. Это накопилось. Мы дружили с Ниной, она в это время работала в Карресе, в кофемании. Человек закончил ресторанный какой-то институт. Вот, и мы решили открыть кафе. Ну, хотелось. До этого мы еще открыли представительство в Петербурге. Компания Art Coffee по поставкам кофе и чай. Вот. Думали о проекте. Проект назывался Friends. Но так как зарегистрировать слово Friends нам не удалось, нам пришлось назвать Friends Forever. И первое кафе на Дмитриевском переулке так и называлось Friends Forever Cafe. Оно же совсем маленькое было? Оно совсем маленькое, 71 квадратный метр. А мы его открывали как раз потренироваться. То есть у нас такая история с Favorite Pub, но тоже маленький, тоже потренироваться и поверить в свои силы. Я считаю, что один из рестораторов мне сказал, какие вы молодцы, открыли там четвертый ресторан. Я говорю, да они же маленькие. Он говорит, какая разница, какие они. Ну, по большому счету площадь уже не так важно играет. Разницы нет, вы также организовываете весь процесс. Весь цикл, да, в страну цикл-то весь, а у тебя посадок 10 или... У нас там было 20 посадок, и ресторан-кафе было полно. Мы очень много наработали себе гостей, исключительно своим общением с гостями. Он маленький, и, соответственно, нас видно. И даже люди, которые не знакомы с нами, понимают, что мы владельцы, и с нами общались. Мне кажется, с точки зрения экономики, такие маленькие площадки очень тяжелые. Вот нет, вот... Ну, потому что у тебя все равно там Back of the House, что называется, да, он все равно требует каких-то площадей, что-то еще. Требует, требует. И с увеличением зала получается, что Back так сильно не растет, да, и полезная площадь в маленьких заведениях, процент полезной площади очень маленький. Ну, требует, ну, допустим, большие рестораны, когда открываются, они тоже же... У них есть такой инструмент, они отделяют залы. То есть, допустим, если ресторан большой, и он не наполняется, они бывают там раз, закроют один зал, и всех в одну сторону, чтобы оказалось насыщенный ресторан. Вот, в нашем случае нам не нужно было это делать. Всегда люди заходили и всегда понимали, что есть люди. И, наоборот, это сыграло такую популярность, что постоянно там много людей у всех. Почему у них так много людей? Ну, не потому, что мы там крутые рестораны, а потому, что просто маленькое кафе. Да, ошибок много было, но мы их исправили, исправляем. Слушай-ка, ну, а вы вот за модель что брали? Вот вы как сочинили свое кафе «Фрэнс Кварейла»? Ну, вот телесериал «Друзья», то есть там коричневый диван, желтый, да, и, ну, то есть компания, то есть наша задача была организовать компанию в своем кафе. Ну, а ты считал, ты реально считал экономику, когда открывался? Нет. Или это был прям вот? Ну, нет, конечно. То есть ты отложил некую сумму, которой тебе было не жалко, условно говоря, там, с ней проэкспериментировать? Нет, нет. Или ты верил в успех этого проекта сразу? Мы заняли денег и открыли кафе. Еще и заняли? Конечно. Слушай, ну, это смело. Это смело. Ну, до этого мы пять лет, ну, занимались своим собственным бизнесом, я являлся генеральным директором, и я верил в свои силы, понимаешь? Поэтому тут ничего страшного нет. Мы заняли денег, вернули, и на этом и развиваемся. Ну, а ты был готов, что это может не получиться? Нет. Мы об этом не думали даже. Ну, ты говоришь, мы там проводили эксперимент. Ну, как проводишь эксперимент, значит, какой-то ты закладываешь вероятность, что этот эксперимент покажет там результат не тот, который ты ожидаешь. Это действительно непроверенная концепция. Ну, мы изучали, читали книжки, изучаем. Ну, понимаешь, вся ситуация заключается в том, что когда ты сам руководишь рестораном или проектом своим, то у тебя все получается. Ты можешь оперативно решить все вопросы спорные. Если ты открываешь дорогой ресторан при отеле, и у тебя есть владелец отеля, владелец ресторана, есть шеф-повар, там, какой-нибудь француз, понятно, что директор ресторана не примет решение без всех этих подписей, да, там, ввести новое, там, меню или, там, что-то заменить. Вот, в нашем случае мы всегда были там, и мы принимали всегда решения спорные сразу на месте. И, соответственно, мы понимали, что это неправильно. Гости нам говорили. Мы это все меняли. Но это не главное. Главное, что нужно там работать. Тогда все получается. Откуда у тебя вот это? Ты за границей ты смотрелся? Вряд ли в Новокузнецке у тебя была возможность это планировать. У тебя действительно очень такие, не знаю, там, европейские, американские такие места, да, которые, приходя в которые, ты понимаешь, что, ну, вот оно, наверное, не то, что, наверное, вот на Западе оно приблизительно так, да, ну, ты узнаешь, да? То есть это какая-то эссенция твоих поездок за рубеж, там, твоих, не знаю, да, твоего партнера. Моего партнера, мой партнер прожил 6 лет в Европе и, соответственно, я думаю, что впитало в себя вот эту всю историю с Авдепи, не с Авдепи и различает всю эту историю. То есть все-таки кафе это про еду. И в наших кафе не курят, нет крепкого алкоголя, то есть и Нина непосредственно занимается едой. Вот и все. Не могу сказать. Дело не в еде, дело в атмосфере какой-то, да, в атмосфере места, которое действительно... Создают ребята, которые там работают, которые там работают. Это тоже Нина заслуга. Это Нина непосредственно с ними общается, я с ними общаюсь, но мы их стараемся тренировать. То есть мы проводим какие-то курсы, общаемся с ними, рассказываем и по-доброму. То есть мне очень страшно за рестораны, где встречают людей и официанты не улыбаются. Да, бывает нам сообщение о том, что у вас сегодня обслуживание было заторможено, такое используют слово. И нас это возмущает. То есть не то, что было невкусно, нас возмущает обслуживание, если нам говорят, что заторможено. Мы же вам рассказывали, ребят, что нужно с гостями побыстрее, принести чашку кофе. И мы это уделяем, этому вниманию. И нас это волнует. Общаемся с ребятами, чтобы они улыбались и приходили на работу довольны и получали зарплату вовремя. И мы стремимся и всегда выплачиваемся вовремя, чтобы у ребят было настроение хорошее. Нет такого. То есть у нас дружеский коллектив и мы всех очень любим. Удается ли терять эту атмосферу, вот уже тиражируя, строя там пятое заведение? Вот как раз Friends Forever у нас было три. И на этом мы закончили, потому что мы поняли, что нам неинтересно делать одно и то же. И хотелось вот на Патриарш в прудах открыть еще один проект. И мы начали уже думать. То есть до этого мы умели только одну делать кафе. Одну такую историю. Мы разыгрывали одну историю гостиной. Такая, да, гостиная, пришел, там десерты, кофе с собой. И мы начали пробовать силы других проектов просто потому, что на соседней улице не откроешь еще один Friends Forever. И нам пришлось читать, изучать, смотреть картинки. Это про фаворит пап сейчас говоришь. Про фаворит пап, про life cake, про conversation. То есть это все наше мышление, наша фантазия. То есть мы выросли. И мы выросли из этого проекта и начали придумывать другие. Какие более успешные все-таки проекты? Ну, я думаю, что все. Не, все. У всех есть постоянный гость. Ну, я веду экономика чего лучше, кофейни или бара, или паба, да? Ой, мне кажется, в любом проекте, где есть владелец бара, да, как ты. Поэтому у тебя будет всегда успешный проект. Спасибо, надеюсь. Если ты уедешь из Москвы и будет заниматься только директор твоим баром, то он вряд ли не будет успешный. Ну, понятно, да. Тут даже вопросов нету. Это в любом бизнесе так, наверное, да? Есть первое лицо, как владелец не занимается, не интересуется, как привить интерес других людей к этому делу. Если ты сам этим не горишь, не болеешь, не интересуешься, не занимаешься. У нас ситуация сейчас такая, что к нам приходит очень много людей с деньгами. Это, кстати, к тому, что ребята переживают, что нет денег, и мы ничего не можем открыть. Я же читаю интернет и говорят, что у них много просто денег. Это неправда. Нужно просто работать. А сколько стоит открыть кафе? Вот-вот. Ой, я не знаю. Ну, то есть разные. Сейчас темнишь. Нет, ну давай, что уж мы людям там, если уж рассказываем, если ты даешь бизнес-советы, советы бизнес-гуру. Ну, это же не дешевый, особенно на Патрике. Мое мнение меняется ежегодно, потому что мы каждый год открываем другой проект и вкладываем другие деньги. Все больше и больше. Все больше и больше, потому что у нас запросы растут и помещения у нас растут. И ситуация такая, что я думаю, что у меня есть друг фотограф. Он один из таких хороших фотографов в Москве. И он, знаете, чем мне нравится? Он все наши блюда фотографирует, и он очень увлечен едой. Так он открывает сэндвичи. Он снимает совсем маленькие помещения, 20-х метров, ставит в кофейный бар и делает там сэндвичи. Получает все разрешение и платит аренду 20 тысяч рублей. И может заработать за день просто на продаже сэндвичей столько, как наше кафе. Вот это бизнес-модель, это просто его желание. Он это делает два года. И он там сейчас два или три уже открыл. И я ему все рассказываю, подсказываю, он все спрашивает. И он молодец. То есть он просто хочет. Но его бизнес, он фотограф. Молодец. И я думаю, что люди, которые могут работать в одной компании, параллельно развивать свой бизнес, это правильно. Интернет-магазины, это тоже хорошая история. Вот я сейчас смотрю в интернете, там продают чизкейки через интернет, там пиццу, да, через интернет. И это правильно. То есть, видимо, размещают заказ на какой-то кухне, делают красивые фотографии, качественные продукты и поставляют. Это нормальная форма. Если ты не можешь занять 3-4 миллиона сразу на открытие кафе, да, там, к примеру. То есть это кафе, кофейня, я бы сказал, больше кофе, там, десерты. Но это нужно самим делать. Десерты придумать. То есть если ты покупаешь у Волконского, да, там, заказные торты, то это уже, мне кажется, сложно экономить. То есть нужно произвести самому продукт. Ну да, тогда добавленная стоимость твоя выше. То есть вот мой друг, как раз он сэндвич, он сам их делает, сам их складывает, закупает хлеб. И у него получается, ему выгодно. А кто-то просто покупает на каких-то производствах готовые сэндвичи. И гость это чувствует, что он, ну, видно, что он магазинный. Правильно? Слушай-ка, ну вот мне хочется понять, вот ты вот, Павел, для тебя все-таки это бизнес больше, бизнес-проект. То есть ты мог заняться этим, мог заняться другим. То есть для тебя это все-таки не... Вот судя по твоей истории, которую ты сейчас рассказываешь, да, ну вот так тебя занесло курьером в агентство. Пошел по ресторанам, ну, на, вот сделал успешные рестораны. А пошел бы ты с другой стороны, там, в другую сторону, и сейчас был бы, там, успешен, там, в другой области. И по большому счету, может быть, и будешь. И там тебе надоест все три стороны истории, и забросишься нафиг. Папа у меня занимается как раз углем, и всегда они... Как раз папа занимается углем. Да. А кстати... И мне об этом и говорили. Зачем тебе свой бизнес, когда я открывал первую компанию? Иди заниматься углем. Давай, оставим интригу, счетчик тикает, пора уходить нам на новости. А после новостей расскажешь, кем бы ты мог стать в другой жизни. Да-да, это мы, рестораторы. Продолжаем разговор. Павел Костеренко, совладелец Friends Forever Company. Присоединяйтесь к разговору. Вот здесь есть уже некоторые вопросы, я попозже их буду дальше зачитывать. Если хотите позвонить, то это 495, код нашей эфирной студии, 651099,6 телефон. Сайт Финам.ФМ, форум нашей программы. Пожалуйста, пишите туда, если хотите. Ну и 5533, смс-сообщение с буквы «Я» начинается. Пробел и вперед. Пишите все, что хотите написать. На угле закончили, да. Ну, родители мне всегда говорили, ну, зачем ты занимаешься собственным бизнесом? Есть возможность, где работай менеджером, по продажам. Там, там, связанный угольный отрасль. Мне это было неинтересно. Хотелось собственный бизнес. То есть я работал в компании, в рекламном агентстве. Я увидел, что такое собственный бизнес. И я со многим был не согласен. Даже если в отделе, в каком-то другом происходила задержка зарплаты, или неуважение к сотрудникам, меня это возмущало. То есть как может директор себе это позволить? В моей компании этого не будет. То есть у меня было желание сделать свою красивую компанию. Все. Я понял. А не работать на людей. Так я, не, вопрос был немножечко в другом, чуть-чуть, да. Все-таки отрасль-то ты выбрал случайно? Или ты с таким же успехом, с таким же интересом, с таким же азартом мог? Может быть сможешь еще заниматься там в другом? Я не знаю. Ну, я же футболом занимался, закончил. Ну, с ресторанной историей, мы же развиваем не только ресторанную историю. Сейчас доберемся, да. Да. И поэтому я думаю, что наша компания, она расширяет свои возможности. И, допустим, там летом мы заявили, что очень хотим открыть отель. Отель? Да. И это тоже фантазия. Это тоже желание. Открыть отель. Что такое открыть отель? Мне кажется, что это вообще невозможно. Это тяжело. Мы провели переговоры, разговаривали с мэрией Москвы и нам пообещали, там, может быть, найдем для вас здание. Нас выслушали, к нам приходят они в кафе. И, может быть, даже построить здание, ну, ради бога. Вот. Но это фантазия. Посмотрим, удастся нам это сделать или нет. Даже несколько изданий про это написало, и нам очень много людей позвонило, написало мне смс, давайте мы будем вашими дизайнерами отеля, там, и все остальное. То есть пока мы не можем найти здание, но это наша фантазия. Я не знаю, получится это или нет. Слушай, ну, а не страшно распыляться так во все стороны? Ну, невозможно. Мы делаем все-таки в концепте. Делаем. Сейчас мы ведем переговоры по Петербургу. У нас есть управляющая компания в Питере, которую сделали нам предложение, и мы их выбрали. И, скорее всего, будем развивать, там, сделаем один проект такой общий в одном помещении, 3-4 направления, ну, в одном помещении. Сейчас ведем переговоры. Управляющая компания, ты что имеешь в виду? Ну, у них есть свои рестораны. То есть, по сути, франшизу купить у вас? Нет, мы сделаем проект под Питер в нашем стиле, но они будут заправлять. За ваши деньги? Нет, за их деньги. Это, кстати, к тому, что, если история, как бы, по поводу денег, да, я всегда говорю по поводу денег, талант руководит капиталом. Сейчас уже точно, да. Если вырастешь в себе талант, и будет у тебя знание в каком-то направлении, то деньги найдутся, они придут. Я с тобой согласен на 100%, то есть, вот те времена прошли, когда деньги решали, и все, и сейчас реально людей с деньгами гораздо больше, чем людей с талантом. Вот то, что я смотрю, да, то есть, люди с деньгами, то есть, многие уже заработали в России, особенно в Москве, и многие озабочены, куда эти деньги деть. Да, кто им сможет управлять, кто сможет, да, предложить хорошую бизнес-идею. Конечно, людям с деньгами тоже, там, страшно, и, там, кому попало, тоже деньги не раздают. Но достаточно, там, небольшого, собственного проекта, вот то, что я смотрю по своему опыту, и по своему опыту друзей, да, если ты хотя бы чего-то сделал, да, небольшое, удачное, да, ту же самую, там, на переменке ты торгуешь мороженым, там, этого вполне достаточно, чтобы прийти и взять уже, там, около 10 тысяч, открыть уже первое, там, кафе, и начинать расти в этом вопросе. Согласен, зачастую, там, все эти отмазки, отговорки, не более чем, там, маскировка, собственно, нежелание что-нибудь делать, да, там, как всегда, сваливать на обстоятельства, что вот так вот оно там. Слушай, ну, все здорово, с пивом непонятно. Что тебя, вот, понесло еще и пиво варить, вот это. Не, я искренне, ты знаешь, я искренне восхищаюсь, соответственно, проектами, потому что они действительно все как-то концептуально, стилистически у вас выдержаны, да, вот, кто-то у тебя этим занимается, там, не знаешь, кто там, то ли, то ли. Сами. Ну, вот, как, ну, сразу сами, знаешь, вот, тоже у меня, там, три партнера, да, по бизнесу, ну, как вот, как что-нибудь сделать, у каждого, сразу, свой вкус, у каждого свое мнение, каждый свой, там, по чуть-чуть, вроде все строим одну и ту же идею, но, все равно, каждый чуть по-своему видит и попробует, там, договорись, да. Но совпадает. Прям вот совпадает. Да, да, совпадает, и с Ниной, и с дизайнером, я рисую карандашом, Нина рисует карандашом, и у нас все совпадает. Ага, серьезно? Да. Слушайте, вы счастливые люди. Счастливые, согласен. Хорошо, кому пришла идея нарисовать пивную кегу и пивной завод, и зачем? Ну, это тоже бизнес-история, да, нам захотелось сделать такую местную локальную пивоварню, не удалось нам делать это в центре, на какой-нибудь там флаконе. Вот зачем? В флаконе. Это все-таки основная идея. Бизнес-история быть оператором производства собственного пива и показать себе в Москве, что если ты варишь сам пиво, придумай правильный бренд, развивай его правильно и будь концептуальным. Не нужно продавать свое пиво, даже если оно тебе стоит 20 рублей, не нужно его продавать за 60. Добавь стоимость этому продукту с помощью дизайна, с помощью брендинга и с помощью людей. И продавай это пиво, потому что твое пиво не хуже, чем сварили, там, не знаю, в какой стране и привезли сюда. Потому что это пиво мертвое, которое привозится из разных стран. Все-таки нужно пить. Слово «живое пиво» в сертификатах не существует. То есть ты когда сертифицируешь продукт, нет такого живого термина. Это какой-то, кто-то придумал живое пиво, и все его тиражируют. Это неправильно. То есть мы варим по американской технологии со специалистами, которые нас проконсультировали, научили. У нас ответственные за пивоварню один из таких серьезных людей, который занимается пивом. И четыре сорта, включая такой, есть имбирный у нас, который мы, наверное, варим, единственный пока в Москве. Пиво называется «Фьюэлл». Такое в американской истории. И это локальная пивоварня. То есть всего лишь она маленькая, 20 тонн, и немного ресторанов мы сможем поставить. То есть мы пиво где-то варим больше 21 дня. 21-27 дней. То есть это тяжело. За 21 день варить пиво. Ты знаешь, все равно не могу понять. Не могу понять, потому что инвестиции достаточно большие. Большие. Ты мог бы взять, там, открыть еще один, там, папы, наверное, на эти деньги, да? Или что-то такое. Уже проверенная история. И с точки зрения бизнеса, если ты говоришь, что у меня это бизнес. С точки зрения бизнеса, ты мог гораздо более, мне кажется, эффективно на эти деньги инвестировать и получить отдачу. Уже проверенным путем. Потому что раскручивать новый пивной бренд, я понимаю саму историю, да? Любовь к локальным брендам, вот то, что в Америке сейчас безумно популярно. И я последний раз, когда был в Нью-Йорке, там, наш приятель, который нам организовывал, там, да, ну, нашу поездку, там, ну, водил нас по разным местам, показывал. Он говорит, что в Нью-Йорке, в принципе, последняя тенденция такая, что люди не едят и не пьют ничего, что производится дальше, чем 100 километров от Нью-Йорка, да? Да, вот все, помидоры, не знаю, вода, пиво, вот все должно быть вот 100 километров. Тогда это там, условно говоря, живое то самое, да? Что вот только что с грядки, только что поймано, только что сварено, только что там, да, вот... Тенденции, да. Тенденции, да, когда действительно обжаривают кофе на соседней улице, варят пиво в соседнем доме. Пусть мало, но вот, да, и люди этим гордятся и, наоборот, пестуют вот эту локальность как раз, да? Что этого пива не попробовать нигде. Это вот наша пивоварня, она варит вот столько, да, офигительное пиво, но чтобы его получить, ну, извини, вот есть пять ресторанов, и больше они нигде его там не продают, и больше они его не варят. То есть сама история, это очень круто, это очень круто, но с точки зрения бизнеса в Москве, это же, говоря русским языком, очень сложная тема. Не всегда. По поводу ресторанов, то есть мы развиваем свои проекты, придумываем новые, и хотим развиваться в этом направлении, но есть трудности с помещениями, и переговоры могут длиться полгода, год, и, во-первых, помещения мы не просто так берем, там, какие-то для нас технические характеристики важны. Соответственно, в это промежутки от полгода, да, там, год, с чем-то мы должны открывать какие-то новые проекты, и мы добавляем... Просто обязаны. А что мне отдохнуть просто за эти полгода? Ну, отдохнуть уже не получается, потому что ты все равно занимаешься управлением, решаешь много вопросов, включая поездки твоих сотрудников, сдать сессию, то есть ты это все равно обсуждаешь, и им рассказываешь, как будет тебе сдать быстрее эту сессию, чтобы ты вернулся побыстрее. То есть даже эти вопросы мы решаем не только налоговая и все остальные истории. Вот. Нам нравится. То есть это добавочная стоимость нашей компании Friends Forever, и сейчас у нас еще один проект намечается, такой Ростед Байлап, это в центре города будет обжарочное производство с кофейным баром. Вот. То есть не знаю, можно это говорить или нет, может быть сейчас побегут и срочно такое же откроют, похоже, но у нас есть это в голове, вы можете открыть, а мы откроем все равно свое. Я очень всегда задумываюсь, почему люди мне рассказывают, мы еще открываем проект, но я тебе не скажу. Да нет, ну а что ты, господи, ладно бы, это был какой-то ноу-хау, но ты можешь это увидеть в любой там другом городе мира, ну что, ты что, таких вот мест, ну их в Москве нет, ну это же не твое ноу-хау, прости, пожалуйста. Да, ну вот мы же это смотрим, изучаем. Конечно, конечно. Я не говорю, что мы воруем, да, мы изучаем, мы изучаем, читаем, смотрим, и вот люди как раз говорят, я не скажу, я говорю, мы вот хотим открыть. И про отель тоже, если мне позвонят или напишут, что у нас есть здание, или есть отель, который минусует, возьмите его в управление, скорее всего мы его возьмем. Я говорю, в частности, про отель, да, не ресторан, потому что нам это новинка, и мы, отель, который не приносит доходность, можем потренироваться там и сделать его, ну, доходным делом таким. Это не исключено, что после вашего радиоэфира могут нам позвонить. Ну, я только за, процент наш возьмем, да и дело с концом. Слушай-ка, скажи, пожалуйста, одно время в России вот было модно, да, запускать собственные пивоварни, было огромное количество ресторанов, да, вот мы сами варим пиво, вот мы сами варим пиво. Ну, было полно, на самом деле, таких тем, они открывались там, ну, то есть есть опинуть ресторан, а вы сами не варите, ну, уже как бы даже и... Но судьба их в основном-то плачевная. Сейчас уже таких примеров-то осталось не так много ресторанов с собственными пивоварнями, которые действительно бы гордились своим живым пивом. Почему? Мне кажется, это в Москве. Я думаю, что в регионах, в других городах, я думаю, что есть такие звезды, и есть люди, которые знают, что вот он варит это пиво, и они к нему приходят, и когда они приезжают в Москву, и скучают по их домашнему пиву. Я думаю, что это в Москве и в Петербурге. Ты знаешь, вот не могу с тобой согласиться, достаточно много ездил, наверное, есть какие-то такие случаи, но это совсем уж единичные, вот если честно сказать, это совсем мало. Это правильное пивоварня, это вкусно. Пожалуй, но в основном эти рестораны, знаешь, заняли нишу такого дешевого местного пойла. То есть это такое самое дешевое пиво на рынке, вот оно наше местное, ну потому что оно просто, да, там, ну оно действительно дешевле, как в собственном производстве находится, ну если, видимо, как они его делают. Не знаю, я в этом вообще не специалист, да? Я, соответственно, хотел у тебя спросить, то есть это же на самом деле сложный процесс. Солод, хмель, вода. То есть это же действительно очень сложно, это действительно, ну как, нет, ну чтобы из солода, хмель, вода, да, получился действительно вкусный сорт, это же, ну, и очистка воды, не знаю, и специалисты работающие, это же совсем другая тема. Нет, ты меня не слышишь, потому что наушники неправильно наделают. Ты вот надень их сверху вот так, ага, и сейчас ты меня снова услышишь, ага. Угу, давай. Да все в порядке, ты что, так и не слышишь, да? Все слышу. Давай. Не паникуйте там, все у нас нормально здесь. Что такое? Учиться нужно, учиться. Как раз вот, как раз про нас, да, мы такие самоучки, и мне кажется, что это наше преимущество. То есть мы предпочитаем брать ребят, бармены, там, официанты, там, баристы, люди, которые не имеют опыта в этой профессии. Нам их легче научить по собственным стандартам. Вот, и я думаю, что им тоже интереснее. Также связанную с бизнесом. То есть если бы я работал бы в каком-то ресторане, и потом пошел бы открывать ресторан, мне кажется, что я бы все равно какие-то вещи повторял, и был похож на тот, и кто-то понимал бы, что вот это вот похоже, вот он оттуда взял. Но так как мы самоучки, у нас этого нет. И, соответственно, у нас нет рамок. Связано с пивом, там, с кофе, то есть с ресторанами. Мы, как бы, без рамок. Часики тикают, пора на новости, а потом расскажешь о континенте этой истории. Как я тебя сфотографировал? Вику, которая машет руками и показывает, что «А, уже все, давайте выходите в эфир!» Очень забавно машет. Итак, часть заключительная, да, марлезонского балета. По поводу... Слушай, мы с тобой говорили в перерыве, я забыл, о чем говорили до перерыва. О чем-то я тебя прервал, помнишь, нет? Ну и бог с ним. Знаешь, было не так важно. По поводу пива, да, по поводу пива мы с тобой заканчивали разговоры. Я все-таки хочу понять, как ты в этом увидел бизнес-то, усмотрел? Почему ты в этом нашел бизнес? Про контроль качества мы с тобой говорили, да, что вы учитесь постоянно и берете людей, которые учатся. Но, ты знаешь, я пью Гиннесс, потому что там никто уже не учится, а там все всему научились. И я знаю, что будет в каждой кружке, понимаешь? А пока Паш тренируется, я что-то не уверен там. По поводу Гиннесса. А вот у нас в Пабе нет Гиннесса. Ну и слава богу, я ничего не... Зато у меня есть другой стаут. Вкуснее, чем Гиннесс, там, Макаламс, да, там. И Гиннесс... Ну, мне не нравится. Мне нравится больше Макаламс. Не, я сейчас не про вкусы, я говорю просто про стабильность, да, о том, что ты там, вот, ты там новый пивоварень, ты там начинаешь, пробуешь, да. Я говорю именно про контроль качества, контроль стабильности, контроль там, да, на всех этапах процесса. Все честно. Маленькое производство, все честно, это то же самое, как на кухне, ресторанах, ты не сможешь не положить черри там, или там не пожарить. Ты можешь правильно пожарить курицу, конечно, можно и неправильно. Ну, курица должна быть свежая, то есть она свежая, она должна быть вкусная. То же самое с пивареньем. То есть все качественное, все правильно, и все дорогое. То есть выходит пиво недешевым, то есть мы его не продаем за 90 рублей, там, или за 60, мы его там под практически лицензированное пиво продается. И я считаю, что это правильно, потому что логотип мы нарисовали очень красивый, мне он нравится. Кеги у нас красивые. И все, ну, как бы, мне все нравится, и я думаю, что будет все хорошо. Вот если мы будем тебе поставлять пиво. Ну, поговорим, поговорим. Слушай-ка, вот вопросы давай, да, дойдем до вопросов, и первый из них, который мы с тобой уже начали в перерыве, обсуждать по поводу франшизы. Денис спрашивает, франшизу вы будете продавать? Интересные проекты у вас. Вот такой лакомичный, Денис. Что думаешь? Есть такая история. Вот ты говоришь, я больше не хочу открывать Friends Forever, да, вот тебе эта история там, ну, не надоела, но ты, как бы, видишь, что здесь ты там, да, реализовался. Но почему нет-то? Вот интересный парень, где-нибудь в Новосибирске, изобретает велосипед сам, ну, почему ему не дать возможность там, да? Как его контролировать? Ну, как, я не знаю. Как франшиза, как весь мир по франшизе работает? Ничего, работает. Ну, да, весь мир работает по франшизе, и самая, скорее всего, выгодная история, это делать франшизу под какое-то производство. Или под производство мебели, да, там, то есть он, это производство снабжает полностью рестораны при открытии всей этой мебели, и при этом зарабатывает. Или полностью снабжает продукции, какой-нибудь там, замороженными десертами, и поставляет туда, да? Соответственно, не только какие-то отчисления, но и проект вынужден постоянно сидеть на твоей продукции, которую ты производишь на своем заводе, да? Там, соответственно, история с Новосибирском, скорее всего, получится. Меня будет использовать как при открытии, а потом все это скатится к самоуправлению, потому что они примут решение, что в данном проекте необходимо продавать пиво, а это кофейня, и там, на мой взгляд, пиво нельзя продавать, да, там, к примеру. Но они скажут, что это Новосибирск, пиво надо, и все, и проект размоется. Мы как бы любим свои проекты, и мы за это переживаем. — Почему ты так плохо думаешь о предпринимателях из Новосибирска? Ведь тут же вопрос именно поиска единомышленника. Вот ты выступал на Украине, да? Тебя люди слушали, думают, блин, круто, мне очень нравится концепция там Павла, я хочу открыть вот такое. Я не хочу торговать пивом, я хочу открыть именно вот такое. И ты видишь, что человек как бы действительно мыслит как ты, хочет как ты, думает как ты, видит как ты. Вот вы карандашом сели, нарисовали все вместе, и он нарисовал точно так же. — Вот как раз таким людям я отвечаю, что, скорее всего, тебе нужно самому нарисовать, и самому это все-таки сделать. И у тебя все получится, звони мне, пиши, я тебе подскажу, какие вопросы как нужно решить. Я лучше так помогу человеку, но он сам реализуется, чем он будет брать мое, и будет это все без его души. А ну все-таки проект должен с его быть. — Ну а ты же как предприниматель не можешь не видеть, что это отличный бизнес, что это очень хороший. — Я в этом не вижу бизнес, я в этом вижу проблемы. — Ну компания Subway, компания Subway, например, 30 тысяч стоящих по всему миру. Собственных ни одной. — Производство, ты же видел, там у всех одна и та же кирпичная типа имитация панели. Где-то они, значит, закупают всюду на своем заводике эту кирпичную панель. Но продукцию-то они явно с заводика берут, Subway, которую Subway построил, или предприниматель построил, и теперь развивает сеть с этого заводика. — Ну ничего не мешает тебе в Новокузнецке взять и самому готовить такие сэндвичи, которые в Москве ни разу в жизни не видели. Ну или там в головном офисе. Понимаешь? И как тебя контролируют? — У нас нет таких проектов, куда мы там завозим свой продукт. В каждом нашем проекте что-то производится внутри. Все. — Нет, я тебе говорю про бизнес-модель. Да, может быть, там все, я не знаю, как там происходит. Но 30 тысяч точек платят по свои 5% каждый месяц держателю бренда и все. А у самой собственности ни одного своего ресторана. — Ну это легкие проекты. Легкие, понимаешь? Это такие они. — Ну что-то ни в кого больше нет 30 тысяч точек. Ну там, я не говорю, там Макдональдс и так далее. — Не, ну там же, понимаешь, там помещения, они могут быть небольшие. То есть какие-то есть рамки. В нашем случае это не получается. То есть, ну не получается. И мы переживаем за это. Мы думали создать проект под франшизу, да, раз есть люди, которые к нам приходят, просят что-то сделать. Мы на стадии размышления, но при этом все заканчивается, потому что мы понимаем... — Сделай отдельный бренд, еще одна история. — Все правильно, да. — Который будет то же самое, но бренд будет другой, специально для франшизной сети. — Вот вырастут у нас ребята, которые работают в наших ресторанах и компаниях, до, допустим, поддержки направления какого-то, да, там, допустим, вот у нас есть на базе арт-кофе компания, есть проект ВК-бизнес. Там, в этом, этим проектом, это кофе в офис. Да, поставка кофе, кофе в машину в офис. Этим проектом занимается два человека. Они просто отдельно сидят, но они выросли до этого. Вот вырастет у нас какой-нибудь замечательный управленец в ресторане, мы на него это повесим, направление по развитию франшизы, вот он и будет заниматься. Пока нет таких у нас ребят. — Угу. Я понял. Давай, от Элизы читаю вопрос. Павел, а кто ваша аудитория и как вы решаете вопрос наполняемости? В Москве много кофеен с вкусными десертами и влияет ли локация на наполняемость? Например, на Патриарших у вас все время битком. А на Никольской был несколько раз в разные дни в пустом кафе. Да, это есть на Лубянке, там торговый центр. Но это наше второе кафе. то есть это как раз наш... Спорная локация, кстати. Спорная очень локация. Было там, да, черти куда-нибудь подниматься там. Локацию мы выбираем рядом, чтобы было еще наше кафе. То есть у нас было на Петровке и мы открыли рядом с Петровкой еще одно, чтобы мы смогли Ниной перемещаться. Поэтому мы там и открылись. Вот. Тогда это было не спорно. Было достаточно людей, было все хорошо. Сейчас, когда мы открылись на Патриках, все свои проекты, люди все-таки предпочитают приехать на Патрики и зайти в все разные наши проекты, если где-то нет мест. Ну, беда торгового центра, но на сегодняшний момент он работает. То есть ребята работают, дают нам отчеты, есть постоянные гости, и это нас радует. Слушай, ну а вот вообще сама локация в торговом центре, почему, Пашин, как это не очень вам подходит, мне кажется? Ну, вот так получилось. Так получилось. Это ошибочное было решение? Ну, то есть, если это... Еще в торговый центр пойдешь или не пойдешь? А, нет. Нет, нет, мы только в центре, потому что нам нужно управлять действующими проектами, и нас зовут в разные торговые центры, но нет, да, это тот же опыт, серьезный опыт. Ну, наша задача, главное, чтобы проект был не минусовал, а был в плюсе, и это удается именно благодаря ребятам, которые там работают, и которые с нами выросли, и управляют этим проектом. Слушай, я недалеко в выходные пытался зайти в I Love Cake, и что меня поразило, что там, ну, было много народу, и реально мы, честно говоря, там с девушкой прошли мимо, но что меня поразило, что там резервы столов, что вот я там вышел, думаю, что-то я не припомню, что в кофейниках были резервы столов, но как-то это для... У нас не кофейня. Ну, не кондитерс, как ты ее называешь? Лаборатория мы ее называем. Лаборатория, ну, то есть, это же вы знаете, я не знаю, я хотел кофе выпить с десертом вкусным, пришел, мне говорят, там мест нету, да, и стоят там резервы, как в хорошем ресторане дорогом, знаешь, там, ну, как-то по атмосфере, мне кажется, не очень подходит, нет? Это проблема гостей. На самом деле, проблема гостей. Да. И, то есть, у нас, я, я, по поводу резервов, это честные резервы, то есть, это не какой-то там стол, там ты занял, да, что-то, что-то, я понимаю, но обычно кофейня там, прости. Это не кофейня, это не кофейня, то есть, там десерты не такие, как бы, как в кофейнях, и, да, люди приезжают, порой, с семьей, с детьми, то есть, приезжают, специально планируют, звонят, что мы в субботу приедем, в 8 часов утра, там, или в 10, у нас будет там шестеро, там, у нас будет трое малышей, и для них резервируют стол. Мы не можем, потому что они специально едут, они могут ехать с разных районов города, и если они приедут специально, а у нас там нет места, мы, ну, как бы, они уходят, они уходят, или во Фрэнс Форево кафе, или Фэворит Пап, который тоже рядом, или там, ну, я сделал то же самое, уж прости, то есть, я там, ну, че, я пришел, мне там, я посмотрел, там, три стола, таблички резерв, а обстоятельства не посадили, ну, че, я пошел там, и... Ну, это вот внутреннее управление, за это у нас решает Нина, и это непосредственно для гостей, которые приезжают большими компаниями, которые позаботились об этом, это выходные истории у нас есть такая, да. Да уж, действительно, мне кажется, что многие люди обламываются, в том плане, что вот Вика там машет, машет головой, она тоже обламывается, мне кажется, за попытки попасть в наше заведение, ну, Патрике, че, народ много гуляет, да, действительно, там, зайти, там, выпить, аж кофе, съесть вкусный десерт хочется, а получается, что, действительно, в хорошем ресторане, резервы столов, ну, это так, я тебе свои там впечатления рассказываю, что с этим делать, ты уже решаешь сам, слушай-ка, скажи мне, ну, а у тебя не было затеи, вот, открыть все-таки полноформатный ресторан, вот, прям ресторан, вот, настоящий, большой, с меню там, с хорошим, да, с хостес на входе, ну, то есть, вот, чтобы оно красиво было, белые скатерти, да, посуда там, нет, такого у тебя нет? Ну, пока мы, скорее всего, до этого не доросли, и у нас таких мыслей нету, нет, у Нины нету, амбиции по-поводу, полноформатного питания, такого, абсолютно, нет, у нас же в каждом кафе есть меню, даже в Алавке, ну, да, ну, я имею в виду, ну, ты понял, о чем я говорю, да, ну, формат, пока нет, пока нет, у нас есть идея сделать, что-нибудь большое, в три этажа, посадок на 600, у нас, наоборот, есть идея сделать маленький бар, ага, так у вас уже есть, ну, у нас это паб, может отдельно сделать проект с алкоголем, но только с алкоголем, и без еды, там, просто бар, опять же, локально, в каком-то районе, хорошо, слушай-ка, ну, так вот, напоследок уже время истекает, какие-нибудь твои любимые заведения, если не свои, куда хочешь питаться? нравится кафе Академия, нравится эта ресторанная группа, ресторатор молодец, и это чувствуется, что он по-прежнему занимается этим проектом, также нравится кофемания, которая тоже развивается, и развивается за счет владельцев, которые руководят этим проектом, вот, есть очень много хороших проектов, очень много, ага, ну и отлично, а вот мы не закончим, вот, да, вот буду говорить, пока меня не отключили, все, пока мы рестораторы были, да, я буду говорить,